Вот я хотела бы тебе рассказать маленькую историю. Была одна семья, значит, папа с мамой, и папа был с многодетной семьи, а мама была не русская. Вот когда они поженились, и получается, мама, как бы обидев всех остальных родственников, забрала два дома, которые там шли под наследство. Ни с кем не поделилась, забрала себе этих два дома. В одном доме она жила со своим мужем, а другой дом она дала своей дочери старшей, которая вышла замуж. Естественно, родственники там все были против, почему она не поделилась, никто на них не обращал внимания, как бы забрали и все. И в одном доме они жили, в другом доме жила дочь с мужем. И в том доме рождается первая их дочь, которая болеет синдромом Дауна. Они, как бы не обращая на это внимание, что так получилось. Решили родить второго ребенка. Рожают они второго ребенка, второй ребенок опять же рождается еще хуже больным, тоже Дауном болезнь. Как ты считаешь, это как-то связано с тем, что, допустим, не поделили, там, может быть, какое-то проклятие нанесли, может быть, их прокляли, их семьи? Ну, я тебе честно скажу, факторов может быть много. Но одним из тех факторов, которые действительно может такое произойти, это действительно могут быть эзотерические факторы. Ну, прежде всего, к примеру, да, дележка наследства порой часто выходит за рамки социума и нормального, скажем, нормальных отношений между людьми, а порой и родственников. Теперь смотри, что такое, почему родственников я задвинул. У меня вышла сеть роликов про проклятие, это материнское, отцовское, отцовское, по-моему, где-то в 2015 году я еще их делал, или в 2014, или в 2015 году. Так я там рассказывал, что проклятие, передаваемое по крови, оно, естественно, будет сильнее, чем проклятие, как говорится, полученное там со стороны. Переходил дорогу, у тебя там кто-то пробовал. Поэтому проклятие, передаваемое по крови, естественно, оно, в принципе, сильнее. Смотри, что происходит. Тогда, когда делят, допустим, какое-то наследство, в лучшем случае, тема вообще очень объемная, в лучшем случае, если наследство досталось от усопших людей естественной смертью. Когда естественной смертью люди умерли, тогда, в принципе, души должны быть упокоенные. Если неестественной смертью умерли люди, да, и у них осталось очень много, там, дел каких-то, ну, то есть внезапной смертью, то, может быть, душа, может быть, душа неупокоенная. Да, вот как раз я тебе хотела знать, что сказать, что отец же их упал в колодец, а дочь попала в автокатастрофу. Живя в этом доме, как бы продолжение... Нет, подожди, стоп, стоп, стоп. Меня сейчас интересует сначала, кто давал наследство, от кого досталось это наследство? От папы на линии. От папы на линии. Тот, который упал в колодец. Да. Вот, вот важный момент. Если упал в колодец, значит, можно предположить, что душа была неупокоенная. А если душа неупокоенная, то очень может быть велика вероятность, что отец приходит или приходил в это жилье, в этот дом. Значит, следовательно, на его, скажем так, глазах, да, он все видел, как это происходило, дележка его же имущества. А, как правило, дом, ну, в принципе, это крепость, это что-то самое дорогое, что у человека есть. По сути, да, ну, машину мы можем поменять и 10 раз в год, а вот 10 домов, ну, в год мы не меняем. Поэтому, ну, дом, это все-таки это недвижимость, это крепость, это и есть дом, да, это очаг. И когда человек видит, как несправедливо делится, к примеру, его недвижимость, его дворец, будем так называть, следовательно, он даже с того света может изгонять, изгонять людей, которые незаконно завоевали, незаконно, по его субъективному мнению, незаконно заняли его жилье. То есть, как бы он предполагал, что эта недвижимость должна достаться другим. А эти заняли, раз ты говоришь, что она отвоевала два дома, значит, следовательно, естественно, она хапнула гораздо больше. Поэтому отец мог прямо с того света, я не говорю, что наносить проклятие, но всячески взаимодействовать негативно на тех людей, которые проживали в его, в его доме. Я надеюсь, внятно объясняю, я так разжевываю, для того, чтобы было понятно. Далее, что получается у нас, если, что-то на дороге лежало, если, дорога у нас классная, если, да ты смотри, кофейку надо было попить, ладно, поехали дальше. Да, давай допишем. Если незаконно делили эту недвижимость, значит, следовательно, там были, опять же, недовольные. Недовольные, скорее всего, родственники, кровные, некровные, но могут быть, может быть родные по крови, то есть брат, сестра и так далее и тому подобное. Следовательно, тогда, когда кто-либо отбирает что-либо, да, то людям свойственно как-то как можно больше насолить, в том числе и нанести проклятие. А я уже только что сказал, что проклятие по крови, оно гораздо эффективнее, сильнее, то есть это может быть проклятие целого рода, их рода. Значит, следовательно, откладывается некая программа на ее дальнейшую жизнь и осуществляется путем низкоэгрегорных групп, которые будут выстраивать ее событийный ряд. Нет, событийный ряд это та череда событий, которая приводит к тем или к другим действиям, то есть к тем или другим действиям в ее жизни. Следовательно, если будет выстраиваться негативный событийный ряд, значит, человек может попадать в мелкие или крупные неприятности. Вся вселенная, будем говорить так, да, время и все остальное сопутствовать такому развитию событию для того, чтобы человека наказать. То есть для того, чтобы, грубо говоря, восторжествовала справедливость. Неизвестно же, как проклинали. Если проклятие было по роду, то, естественно, скорее всего, отражение будет на детях. А раз на детях, вот тебе и ответ, почему симптомы есть болезнь Дауна, да, получается. Поэтому, возможно, что кто-то в роду сильный наложил свое проклятие на этих людей. Их, допустим, энергетический стержень был достаточно силен, поэтому взяли на себя их дети. Ну, а почем по больному бьют? Именно, вернее, по больному и бьют. А это и есть дети, внуки и так далее и тому подобное. Поэтому, возможно, дети. Но ты же говоришь, что там еще и дочка попала в аварию. Да, там, получается, у них операция за операцией, то в дочке, то в ее мужа, значит, и она попала в автомобильную катастрофу, после которой ходить не может. После всего они решили продать этот дом. Ну, продать этот дом, наверное, будет уже, наверное, правильным решением. Во-первых, в любом случае правильным решением, потому что даже если бы там ничего не было, они... Смотри, вот сейчас очень важная вещь, о которой никто никогда не говорит. Вот сейчас я скажу истину. И если кто-то поймет, ну, значит, молодец. Если не поймет, значит, не дано. Дело в том, что эти люди, эти люди четко проследили вину за собой. И они считают, что это вина их в том, что они незаконно взяли этот дом. Что в связи с этим домом у них поменялась судьба, у них в жизни появились неприятности. И ввиду того, что у них уже есть установка, кодировка, никакая очистка, никакое освещение, ничего не поможет. Им, да, действительно, надо менять этот дом. А если в этом доме еще живет мертвяк, ну, то есть, то, что говорят, неупокоенная душа, которая будет их калашматить, которая будет всячески подсовывать какие-то неприятности и сопутствовать, чтобы они не были счастливы в этом доме, всячески сгонять его, то единственным правильным, единственно правильным решением это будет поменять действительно этот дом, а его еще надо будет продать, и продать, я бы уже сказал, такие дома лучше продавать по бросовой цене. И после этого действительно почистится, почистится, но там придется работать с кармой, там придется работать с кармой, а это действительно будет сложно. поэтому пускай даже не возлагают надежды что все за них сделать какой-то мах или колдун мах или колдун может снять одно-два-три влияния до 10 на какие-то негативные аспекты понимаете но отработать карму должны будут они сами да хороший мах колдун расскажешь что делать и совместными дуальными усилиями до возможно вывести но я скажу сейчас одну ужасную вещь но это правда по всей видимости победить дцп синдром синдром дауна ну вряд ли уже получится будем говорить реально есть какие то все равно точки невозврата магия много чего помогает ну понимаете невозможно сделать человек прежде всего человеку бутон является колдуном магом ведьмой знахарем и все остальное мы все равно люди невозможно сделать то что сам бог не делает понимаете есть вещи которые мы можем да прийти опять же таки силе и попросить силу для того чтобы она сделала то ли другое действие которая которой мы просим перекидку там снять работа с кармой убрать проклятие убрать порчу убрать негативные влияния установки кодировки но если у них есть долги кармические и внимание внимание они чувствуют за эти долги кармические реальную вину им надо будет самим отпахать то есть должна быть жертва должна быть жертва и скорее всего это должна быть жертва виде аскезы потому что так очень классно отрабатывается действительно карма я всегда говорил и говорю если кто-то вам скажет что он вам почистит сосуд ваш кармы сам без кого-либо то вам почистят только лишь кошелек там чуть-чуть не чуть-чуть а попахать придется самому тоже поймите карма просто так велением вот так на щелчок пальцев или сколько вы денег не заплатили за это действие все равно просто так не отрабатывается люди наивные они привыкли на халяву привыкли делегировать ответственность на кого-либо на какого-то колдуна мага а потом они говорят о помогло чуть-чуть а потом все обратно накатила до накатила потому что тема колдун ведьма кто-либо убрали негативное воздействие на определенный промежуток времени такой тот который вообще смогли а дальше карму ты не отработал она она по новое 5 накатывает потому что долги долги есть у виновника долги надо отдавать пока не отдастся долг пока не отдастся долг она будет накатывать но также я уже делал выпуск почему порча возвращается если стоять замки замки на работу если к примеру была наведена порча было наведено проклятие замками то если замок не снять колдовской замок не снять то эффект чистки будет временный то есть сначала помог какой-то мах колдун да там допустим на месяц на две недели фу полегчала потом заново все накатило поэтому пахать при особенно родовом кармическом проклятие придется самому ведь она же взяла не свое взяла значит надо будет и отдать что-то от себя а не заплатить бабло какому-то колдуну чтобы он сделал это все за нее когда уже мозг у людей начнется насмотрелись телевизора на которых чудес чудеса там делают есть сказочники а есть волшебники понятно да на научитесь различать кто скажет очень как-то волшебник вообще не волшебник честно говоря не люблю такое слово за все за каждому вас дастся по заслугам его есть долги кармические получи надо отработать парень никаким баблом никакому колдуну не откупишься поэтому да возможно что у нее и дети болеют и она попала в аварию и пока она не сделает конкретные шаги это продать жилье очиститься отработать карму я могу рассказать как в данном случае но опять же таки карму отрабатывают по разному кому кому-то кто-то по одному отрабатывать кто-то по другому отрабатывают тут индивидуально естественно подбирается нету стандартов ну вот все чтобы по одному работали поэтому пока она это не сделает до результата не будет надеюсь ясно объяснил ты еще не подписался на мои видео напрасно дальше будет интереснее а